Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Сегодня мы с вами будем украшать ёлочку. Это видео я снимаю не одна, а мы совместили это видео вместе с моей подружкой Люси, которая живёт в Москве. И она тоже наряжает ёлочку вместе со мной. Так что под видео я оставлю ссылочку на неё. Обязательно посмотрите, какую же ёлочку подготовила она. Если честно, я даже не знаю, какую ёлку она купила. Мы много разговаривали об этом. В итоге для меня тоже будет сюрпризом, и мне очень любопытно, как же она украсила свою ёлку, потому что, чувствуя, мне будет нелегко. С моим креативным мышлением я даже не знаю, что получится сейчас. Итак, давайте приступим. Что будет у меня за ёлка? Я давно мечтала о белой ёлке, хоть на картинке здесь и зелёная ёлка. Да, она у меня белая. Ёлка моя в магазинах стоит 4 500. Я её покупала со скидкой. И я покупала там, где она была одна, и в других магазинах её уже не было. Это наш магазин. Не буду говорить название магазина из личных соображений. Распаковываем ёлку. Я не взяла ничего острого. В принципе, за такую цену вы можете прекрасно взять вашу анюю такую же, такого же размера. Она у меня искусственная и где-то полтора метра. Па-лам! Моя ёлочка! Моя ёлочка! Она у меня густенькая. Я её покупала, ну, то есть, видела, какая она разобранная. Она мне очень понравилась. Я ходила на неё, глядела. И она была, на самом деле, в магазине одна. И удивительно, что её не купили. Она ждала реально меня. Так, сейчас я её соединю. Ещё у меня, видите, здесь вот такое вот приспособление осталось. Вообще, оно для цветов. Но, так как у меня здесь цветы не стоят, а ёлку, возможно, мне желают... Ты посмотри, милка жрёт мою ёлку. Это что такое? Оно отстанет моей ёлке. Я сказала, я тебе дам, будешь ёлку жрать. Так как цветов у меня здесь нет, мне бы хорошо эту ёлку, чтобы она была мобильная. Вот, и я её хочу как-то сюда попробовать установить. Она у меня не маленькая, вам скажу. Ёлочка. Ёлка вообще, конечно, огонь. Так это без верхушки ещё. Так, я попробую её туда установить. Посмотрю, как можно это сделать. У меня до половины там осталось, на самом деле. Может, её просто поставят туда? Да вообще, у неё есть подставка. Мне просто кажется, что повыше её хорошо бы сделать, как раз таки, чтобы милая её не жевала. Так, здесь небольшая подставка на трёх ножках. Может, как-то там получится. Смотрите, я установила довольно-таки легко ножки, вот, три ножки. И она вот сюда становится. Я думаю, вообще, может быть, её как-то здесь, знаете, перевязать вот так через низ, ну, чтобы она более-менее держалась, да? Хотя она вроде стоит. Она стоит и держится. Вот, я могу её перевозить туда-сюда, да? Аккуратненько, в принципе. И я, в принципе, нарядную её смогу поставить сюда и перевозить. Я просто хотела здесь что-нибудь такое сделать, знаете, красиво, объёмное. Чтобы красиво было. Может, покрывало какое-то такое зимнее красивое. Ладно, пока я её тогда поставлю просто на ножки. Будем её украшать. Крошки мои со мной такое просто впервые, чтобы я делала ёлку, да? И каждый раз, раскрывая все её вот эти вот ёлочки, иголочки, веточки, просто наслаждалась. И вот я раскрываю её, минут 15 я сейчас потратила, чтобы всю её вот так распушить, каждую вот эту веточку подвинуть. Насколько она пушистая, густая, насколько классно сделана. Правда, она реально большая такая вся, получается очень. И прям, я уже хочу скорее нарядить и делаю это с таким большим удовольствием. Ну, просто удивительно. У неё всё вот это поворачивается, у неё очень много веточек. Каждые они густые, тоже поворачиваются в разные стороны, плотненькие. Ну, просто густая, вы вот сами можете видеть, да, какая она густая. Итак, теперь начнём с украшений. Вообще идея у меня была украсить её с двух сторон по-разному. Так как я снимаю, да, и я думала, что может быть с одной стороны сделать какие-то красные шары, с другой стороны голубые, да, или, например, здесь золотой какой-то цвет, тёплый более, а там там серебристый, холодный. Но я поняла, что у меня не так-то много шаров, на самом деле, чтобы всё это дело украшать. И, в общем, посмотрим сейчас, что получится. Мы накрасим, украсим, накрасим сейчас одну сторону и посмотрим, что можно будет сделать со второй. Скорее всего, я так и сделаю, но мы посмотрим ещё исходя из того, что у меня есть. И, конечно же, мы сделаем гирлянду обязательно, только надо понять, какого она у нас будет цвета. У меня есть гирлянды. Наверное, сначала гирлянду, да, устанавливаю. Сначала её как-то туда надо сделать, а потом уже, наверное, украшать, я так думаю. Так, давайте проверим. Вот здесь у меня нет розетки. Всё за гирлянду без розетки. Это вообще как вообще? Так, лады. Вот есть гирлянда с розеткой. Давайте посмотрим, какой у неё цвет. Ёлка. Подвинься. Слишком большая. О, зелёная. Зелёная и здесь разные. Слушайте, ну неплохо так, да? Зелёная. Хорошо. Будет зелёная, классно смотреться. Тем более у меня, смотрите, я купила в Ашане сегодня. Красные и золотые. Купила красные, потому что у меня уже есть красные. Я подумала, что их стоит применить. Зелёненькие. Это я в фикс прайсе брала давно ещё. Кстати, в Ашане вот одна такая 69 рублей стоит. Ну, недалеко от фикс прайса они ушли. И ещё у меня есть вот такого цвета. И ещё у меня есть вот такого цвета. То есть, знаете, на самом деле ёлку я могла бы сделать... Это тоже в фикс прайсе брала за 77 рублей. Ёлку я могла бы сделать... Два варианта есть у неё. Белую ёлку можно украсить красными шарами. Чисто белая ёлка, красные шары, да? Гирлянду сделают туда в цвет ёлки. И когда мы будем светиться, то есть, ну, когда я буду её включать, она будет светиться, она будет, знаете, такая как будто просто белая ёлка такая вот горит. Красивая. Очень красивая такая. И красные шары будут видно, да? Контраст. Если я зелёную гирлянду повешу, то она будет такая прям зелёненькая, да? Цветиться зелёненькая. Вот. Да, чё к чему-то сказала. Вот такая вещица. Можно было бы её сюда как-то повесить? Мне не хочется, честно говоря, перегружать. Мне хочется сделать реально воздушную, воздушную. Вот такие бантики есть ещё. Их тоже можно налепить. Она может с одной стороны быть у меня очень нежной, а с другой стороны быть контрастной. Кстати, вот эти розовые тоже могут сюда пойти. В розовый вариант. Или голубой, голубой вот здесь. Вот ещё у меня. Вот это с фикс прайса две. Вот с фикс прайса две, вот эти сошаны. Я подумала их замиксовать. Может быть сиреневые вот эти убрать, и может быть зелёные убрать, да? Чтобы были золотые и красные. Обязательно хочу вот что-то такое на мою ёлочку. Хотя вот здесь оно особо не будет видно, но она будет воздушная. Я ещё кое-что взяла. Вот. Вот такие вот ещё банты. Они стоят 30 рублей. Три бантика здесь тоже могут очень хорошо смотреться на ёлочке. Так, давайте определимся всё-таки с вот этими... Где здесь розетка? Я не поняла вообще. Она с другой стороны, может? Она же не могла оторваться. И не подключаться теперь. Это вилка должна быть. Нет вилки. Нормально? В смысле? По-моему, кто-то вилку вырвало. Так, чёрная гирлянда есть, но её не буду делать. Она всё испортит. Вот ещё какая-то гирлянда есть. У меня здесь есть снежинки. Так, ну тут уже, наверное, батарейки не работают. Не будем мы делать эти снежинки. А есть вот с вилкой. Кстати, костюмчик зелёный, видите? А я думала, в чём же мне снимать это видео? Да вот же я, как ёлочка новогодняя сижу здесь. Вообще, я сегодня целый день бегала по магазинам, устала. Время сейчас ночи. Я снимаю ёлку, потому что я обещала вам выставить это видео 1 декабря. И вообще, я хочу спать, на самом деле. Забегалась. Я искала, думала, в чём бы снять это видео. Хотела какой-то купить свитерок, прям, знаете, такой классный. Но ничего, я его куплю. И вам другие видоси интересненькие тоже сниму. В красивом лучке. Так, смотрите. Вот это вот. Она у нас разноцветная. Красный, зелёный. Мигает. Все вместе горят. Красный, зелёный. Слушайте, ну мне кажется, повеселее... Ой. Повеселее же, наверное, будет, если я разноцветный сделаю, а не чисто зелёный. Да? Мне тоже так кажется. Я прям слышу, как вы говорите, Силен. Итак, белая ёлка на белом фоне. Сделай цветов побольше. Да? Вы же так говорите? Так, и теперь мы её должны вот так начинать украшать. Сверху. Сверху. Может, как-то вас поставить подальше, чтобы вы больше видели? Так, начинаем сверху, да? Она невидимая, её реально не видно. Сверху. 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 Так, всё. Я гирлянду всю разложила. Что хорошо здесь, что её совершенно не видно. Она реально просто слилась с ёлкой. И сейчас, мне кажется, если её включить, то, в принципе, можно было бы даже и не наряжать. Она реально очень красиво будет сейчас светить. Давайте проверим. Видно вам, как ёлка светится? Сейчас свет выключу. Вот она. Всё, это мы сделали. Хорошо. Теперь нам нужно её украсить. Давайте первую сторону я всё-таки украшу, как я вижу её вот с красными шариками. Изначально. Давайте откроем. И повешу немного вот так красной шарики. Ой, их ещё нужно, блин, все это зацепить. Чего они сразу не зацепляют? Надо зацепить на вот эти штуки. Целое дело. Мне кажется, что у меня такой ёлочки красивой ещё не было ни разу. Сколько я себя помню. Короче, я хочу сразу сделать везде все эти петельки и просто потом повесить. Сейчас сделаю и вернусь к вам. Всё сделала. Одной, представляете? Даже двух. Не хватило. Не доложили, не доделали. Представляете? Это как вообще? Хотя нет, здесь где-то вторая была. Я наговариваю. Я её не вижу. Потеряла я её, что ли? А, вот ещё упаковка. Сейчас. Сейчас вернусь. Итак, я сейчас прицепила эти штучки только к красненьким. Мы их сейчас с вами равномерно прицепим. Вот одна у нас уже прицеплена, да? Надо так прицеплять, чтобы они красиво тут виднылись. Так вот, раз, чтобы прямо их было видно. Два. Красивенько. Так, ещё у нас глянца. У нас четыре глянца. Тоже как бы равномерно повесить. Не забываем, что мы делаем одну сторону. Яркой, контрастной. А вторая у нас будет менее контрастная. По-моему, даже одной пачки вообще достаточно, да? Так, золотые есть. У меня ещё вот есть красненькие. Красненькие есть. У меня ещё есть красненькие. Я думаю, что их тоже можно достать, добавить. Так, ну что, сделала я ещё. Вот красненькие у нас здесь. Кстати, вот у этих какой-то неприятный запах из фикс-прайса. Вот. Может быть, потому что они старые, напишите. Или, может быть, из фикс-прайса. Правда, вот сейчас. Хотя у меня вот есть из фикс-прайса же новая. Я сейчас понюхаю. У новых игрушек нет запаха. А у старых есть. Хотя они были запечатанные и не открытые. Напишите, что это такое за фигня. Короче, я развешу, но если этот запах будет преследовать... Хотя, вот знаете, как будто вот некуда. Давайте вот золотые. Я хочу сделать золотые ещё. Как будто достаточно какое-то ощущение. Ой, что это такое за брак? Посмотрите. Брак. Отвратительная игрушка. Ну, я не буду её, естественно, возвращать. Я просто её поверну красивой стороной. Что делать? Что делать? Так, сейчас мы повесим золотяшки. Итак, я украсила, значит, у нас одну сторону. Ну, как раз таки, вот, смотрится, если вы так её поставите, да? Смотрится неплохо. Главное, вот это, чтобы вот ужасное не разворачивалось. Давайте ещё вот такие штучки прилепим куда-нибудь для красоты. Мне кажется, очень ничего так может смотреть, да? Смотрите, она какая-то сразу девочка такая здесь появится. Получается. Смотрите, какая милая ёлочка получилась. Так, ну что, там, где красное у нас уже, в принципе, больше ничего я не собиралась делать, да? Никакой мишуры, ничего. Вот она, в принципе, так и будет у нас на предыдущем. Мне кажется, у нас очень даже ничего получилось с ёлочкой. Давайте теперь приступим ко второй стороне. Вроде бы нам удалось всё скрыть, но мы всё это поправим. Там чуть-чуть виднеется. Я всё-таки хочу сделать в таких нежных тонах. Вот такой будет голубо-серебряный. Вот таких будет много у нас бантиков. Сейчас попробуем. Пока открою и повешу петельки. Ну что, мои хорошие, могу я вам сказать. Честно, если у вас есть проблемы со спиной, и вы не наряжаете ёлку всей семьёй, вот так вот сидеть, и вот эти вот все штучки присобачивать сюда, честно говоря, я сейчас потратила на это очень много времени. Мне кажется, я полчаса сидела, просто ковыряла, ковыряла, и я сижу одна, мне абсолютно не хочется на это время тратить. Я же думаю, блин, я бы несколько глав книги своей прочитала бы лучше, чем сижу вот это и ковыряла. Конечно, если вы с подружкой или там с семьёй сидите, чай параллельно попиваете, это прикольно, да? Но вот так вот одной я прям бы, честно говоря, брала бы игрушки уже, чтобы можно было их цеплять, чтобы уже эти вещи были нацеплены, и ниточки, и крючочки, да, или там бантики. Кто не любит вот это вот сидеть, ковыряться, то имейте в виду. Дальше вот эти вот из фикс прайса, это всё у меня на руках. Все блёстки, которые у меня на руках, имейте в виду, сразу их там закрепите лаком или чем-то. Смотрите, мне интересно само, что получится, потому что с той стороны у нас более крупные игрушки, они вот такого размера где-то, да, а здесь у нас уже вот такие маленькие игрушечки, но их больше вроде бы как, да, поэтому сейчас я их повешу, потом повешу бантики, и в конце мы сравним, какая сторона лучше, и вы напишите, какая сторона и какой вариант наряжения ёлки вам нравится больше. Более такой тёплый, контрастный, либо такой весь нежный, серебристо, холодный есть. Всё, я поехала вешать. Я помчала вешать. Чтобы равномерно я сначала беру одного цвета, вешаю их в хаотичном порядке, потом другого цвета в хаотичном порядке. Вот эти очень красивые игрушки, или так красивыми. Вам, может быть, не видно, но мне видно. Ну, когда я буду снимать, на самом деле, то, что вот проглядывается красненькое там что-то где-то, я вот даже буду снимать, наверное, чтобы не было этого видно. Ну, а в принципе посмотрим. Теперь давайте повешу серебристые бантики. Так, ну что, нарядила я вторую сторону. Как вам видно, не видно, получилось более нежно. Сейчас вам включу со стороны, без света, со светом. Ну что, мои хорошие, вот такая красивая у меня получилась ёлочка. Честно говоря, если моё мнение, то, наверное, ближе мне вот этот вариант второй. Более нежный, красивый такой. Пережу, кстати, ваши комментарии. Может быть, кто-то не досмотрел это видео до этого момента, и уже настрочил комментарии по поводу того, что белая квартира, белая ёлка, опять всё белая, селена, но сделала бы зелёную. Во-первых, у меня всегда была зелёная ёлка, я всегда мечтала о белой. Теперь у меня есть куда поставить большую белую ёлку. Она достаточно большая, я вам скажу, да, и будет очень красиво здесь смотреться. Во-вторых, когда я посмотрела всякие декоры, да, вот белая ёлка, декор, где, как, и я увидела, что в основном белая ёлка представлена именно в белых квартирах, с белыми обоями, где всё белое. Видимо, белая ёлка создана была вообще, наверное, для белых квартир. Поэтому ничего страшного, что нет контраста. Посмотрите, как красиво. Я теперь вам буду снимать видео. Вот, пожалуйста, ничего красного. А теперь смотрите, хоп! Уже совсем другое настроение, всё такое красненькое. Вот. В общем, напишите. Мне интересно вообще, конечно, как вы относитесь. Хотя я знаю, как вы относитесь. Белое на белом, наверное, это ужасно. И как бы кто-нибудь так бы не делали, да. Но мне нравится, мне всё это по душе. Эй, я кайфую, мне комфортно всё это дело. Поэтому более, значит, нежная сторона мне нравится больше. Вы напишите в комментариях. Уж если белую ёлку я сделала, два варианта, то напишите, какой вариант вам нравится больше. Но и не забываем, что мы это видео снимаем вместе с Люси. Ссылку на её канал, на её видео я оставлю под своим видео. Обязательно проходите, посмотрите, поддержите. Я желаю вам отличной новогодней атмосферы. Кто-то писал, почему ты селена, так рано ёлку ставишь. Ну, во-первых, мне хочется вас взбодрить. У меня реально новогоднее настроение. Я всё предвкушение, и мне покайфусь вообще отметить Новый год в своей новой квартире наконец-то. Поэтому я так-так-так всё обустраиваю, что-то украшаю красиво. Я думаю, что ещё что-то будет интересное. Мне прям по кайфу. Всё это дело снимать, и мне хочется как можно дольше насладиться этим. Зачем мне ставить ёлку на две недели? Я хоть месяц буду ей наслаждаться, но ещё после Нового года, да, ещё мы там месяц можем понаслаждаться. Два месяца буду наслаждаться. А так, если непосредственно поставлю перед 31 декабря, то две недели, там три недели, и всё, и разбирать. Уже так старалась-то зря, что ли? Нет, пусть дольше буду наслаждаться. Тем более фон, мне хочется, чтобы фон был красивый для вас, новогодний такой. Вот. Может, я ещё что-нибудь... Мы забыли! Мы забыли! Мы забыли! Мы забыли! Вот эти цветы добавили! В общем, никуда особо эти цветы не подошли. Смотрите, я ещё украсила низ. Я поставила ёлку на... Ну, вот этот горшок движимый, да. И вот эту вот мишуру, кстати, хотела выбросить, но решила оставить её вот здесь. Я не знаю, как это называется мишура. Крупная мишура, да? И она очень красивая здесь. В общем-то, всё это дополняет. А один цветок серебристый я наверх поставила. Но я это вставлю в конце сюда. Кстати, ещё хотела сказать по поводу фокуса. Мне писали в предыдущем видео, что фокус прыгает. Да, девчонки, он прыгает. Я не знаю, что с ним случилось. Может быть, упала камера у меня или ещё что-то. Он вообще перестал фокусироваться, так как фокусируется. Он у меня замывает бока. Я не понимаю, почему, да. И немного прыгает. Я не помню, ещё что случилось, потому что я не помню, чтобы камера у меня падала. Понимаете? И я буду переходить на новую камеру, которая там у меня была. Просто помните, когда я в новую камеру... У меня же есть хорошая камера, да? И я на неё снимала, но пыталась сделать киношную картинку. Вы говорили, всё, мало света, мало света. Всё потому, что я там просто... не выставляла освещение. А здесь у меня выставлено оно очень хорошо. В общем, я там сделаю. Постараюсь сделать такую же картинку, яркую. Но будет качество получше. Пока потерпите, потому что... Со звуком. Здесь вот на этой камере очень хороший звук. Мне не нужно цеплять сюда микрофоны там и так далее. Я с вами нормально разговариваю. Сейчас вообще в полголоса, да? Вы меня прекрасно слышите. И это большой плюс. Это ускоряет вообще очень много процессов. А на той камере нужен дополнительный микрофон. Либо нужно купить микрофон, который сверху будет стоять. И точно так же хорошо снимать. Какая-то... Вот. Так что имейте в виду. Я ничего специально просто не замазываю по бокам. Это всё вот... Моя камера. Что-то с ума сходит. Не пойму, что я сниму. Вот. Всё, мои хорошие. Переходите, значит, по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Не пропустите уведомления. Пишите комментарии. Обязательно ставьте лайки. Мне будет приятно. Всем желаю новогоднего настроения. И... Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...